Продолжение следует... На собственном опыте убедились, что наиболее современной и эффективной методикой удаления неживательных волос является лазерная эпиляция на Александритовом лазере. Аппарат воздействует на пигмент меланин, разрушая волосяной фолликул и предотвращая повторный рост волос. Курс состоит из 6-8 процедур, после чего волосы перестают расти. Временной интервал составляет от 1 до 1,5 месяцев после первой процедуры и от 2 до 4 месяцев после 4-5 процедуры. То есть со временем процедуру нужно будет делать все реже и реже. Лазер снабжен сапфировым наконечником, внутри которого расположена система охлаждения кожи холодной водой. Поэтому процедура безболезненна даже в самых чувствительных зонах. Сразу после лазерной эпиляции в обработанной зоне наблюдается небольшое покраснение. Оно проходит в течение часа. Прием ведут только сертифицированные врачи-дерматовенерологи. Консультация бесплатна. Основываясь на нашем исключительно положительном опыте, действительно можно говорить о том, что эффект от лазерной эпиляции потрясающий. Разрушенные его сумме фолликулы не восстанавливаются. Всем известно, что эпиляция без боли – это очень редкое явление. Спешим вас обрадовать, в клинике красоты Beauty M появился новый аппарат для проведения лазерной эпиляции. LightShare Do It, который поможет вам избавиться от ненужных волос навсегда, максимально быстро и безболезненно. Дружелюбный персонал клиники красоты располагает клиентов к доверию. Чувствуется, что здесь каждый посетитель – желанный гость. Процедуру лазерной эпиляции проводят квалифицированные специалисты. Здравствуйте, меня зовут Анна, я врач-косметолог клиники красоты Beauty M. И сегодня мы вам сделаем процедуру лазерной эпиляции волос на аппарате LightShare Duet. Перед процедурой кожа должна быть гладко выбрита. Кожа гладкая. Можем приступать. Перед началом сеанса лазерной эпиляции в компьютер аппарата вводятся индивидуальные данные клиента о типе кожи и волоса, а затем аппарат самостоятельно выставляет необходимую энергию импульса. Сначала врач-косметолог работает большой насадкой с эффектом вакуума. Она имеет большую площадь и поэтому легко и быстро убирает волосы на больших участках, таких как ноги, спина и зона бикини. Лазерный луч абсолютно безопасен, поскольку воздействует только на волосяную луковицу и рассеивается. Уже с первого сеанса диодный лазер решает проблему вросших волос. Ну как ощущения? Не больно? Абсолютно не больно. Я даже не ожидала. Чувствуется только немножко действие вакуума. Угу. Легкие пощипывания, да? Так. Ну это все связано с тем, что мы используем большую насадку. Здесь кожа затягивается в насадку вакуумом и поэтому маскируется ощущение дискомфорта по максимуму. Для завершения процедуры мы используем маленькую насадку. Она применяется для труднодоступных мест, таких как кость на ноге, также на лице. Она имеет эффект охлаждения и поэтому процедура проводится совершенно безболезненно. Лазерный луч удаляет только волосы, находящиеся в стадии роста. Поэтому для того, чтобы убрать все нежелательные волосы, потребуется около пяти сеансов с интервалом в несколько недель. Одной из проблем, с которой сталкиваются косметологи, является нежелательный рост волос на лице и теле. Большинство современных методов проведения процедур с помощью света базируются, за некоторым исключением, на взаимодействии лазерного излучения с биологической тканью. В основе метода воздействия лежит селективный фототермолиз, основанный на избирательном поглощении разнородными биоструктурами лазерного излучения на определенной длине волны. Это приводит к избирательному тепловому разрушению одной из структур, являющейся мишенью, без теплового повреждения соседних тканей. Основными мишенями кожи и залегающих в ней функционально обособленных структур являются меланин, гемоглобин, оксигемоглобин, бета-каротин, коллаген и вода. Они обладают различным коэффициентом поглощения на разной длине волны. Александритовый лазер излучает свет в невидимом инфракрасном диапазоне. Рабочая длина волны, его излучение 755 нанометров. Этот выбор обусловлен спектром поглощения меланина. Оптической мишенью в процессе лазерной эпиляции является меланин, содержащийся в волосе. Что же происходит с волосами во время их удаления лазером? Сначала разрушается волос, лежащий на поверхности кожи. Волос сгорает и отпадает, а по истечении времени выходит наружу его разрушенный остаток. В последующем рост волос пациенты описывают как более редкий. Волосы меняют свою структуру, становятся тонкими и светлыми. Необходимость проведения неоднократного сеанса лазерной эпиляции заключается в том, что излучение действует лишь на активные волосяные луковицы, то есть на волосы в фазе роста. Время каждой фазы зависит от типа волоса на теле. Волосы даже одной области растут асинхронно. За один сеанс разрушается до 40% волосяных фолликулов и волосяных сосочков, что приводит к полной остановке роста волос на данном участке кожи. Необходимо выждать определенное время, чтобы очередная генерация волос вступила в фазу роста. Тогда их удаление не составит труда. Интервал определяется продолжительностью роста волос 6-8 недель на теле, 2-3 недели на лице. Варьируется в зависимости от того, страдает ли пациент герсутизмом или, например, приобретенным гипертрихозом. Весь курс лечения включает от 4 до 8 сеансов, в течение которых достигается полное удаление всех волос.